Амурские спортсмены отметили День Победы в Великой Отечественной войне праздничной эстафетой. В марафоне приняли участие около сотни представителей различных федераций боевых искусств области. Об этом мероприятии мы расскажем в майском выпуске. А сегодня о событиях, которыми запомнился апрель. Здравствуйте! В эфире программа «Путь к вершине». В спортивном комплексе «Юность» прошло открытое первенство и чемпионат города Благовещенска по кео-кусинка и карате. В соревнованиях приняли участие почти 350 спортсменов со всех районов области. Серьезную конкуренцию амурчанам составили и гости из соседнего Комсомольска на Амуре. Победители определяли в течение двух дней. Для многих из них это были первые соревнования. Но и те, что выступали в зрелых возрастных категориях, не стремились уступать первенство соперникам. В итоге в финал вышли почти 70 спортсменов. Они боролись уже за призовые места на пьедестале. В общей сложности были разыграны 35 комплектов медалей. Благовещенские спортсмены провели весенний турнир по функциональному многоборью. В течение месяца парни испытывали себя на прочность, выполняя комплексы упражнений в стенах спортзала. До полуфинала дошли 15 бойцов. А в итоговом испытании боролись уже шестеро сильнейших. Спортсменам предстояло выполнить 90 приседаний, 30 отжиманий, 60 пресс. А в промежутках между подходами преодолеть 50 и 100 метровые дистанции в бассейне. По результатам этих этапов первое место занял тренер по киакушинкай-карате Абдурашид Раджавов. Вторым стал Руслан Мефтахов. Третью ступень пьедестала поделили Дмитрий Смирнов и Юрий Латайкин. 26 апреля спортсмены Амурской региональной корпорации киакушинкай-кан почтили память основателя боевого искусства киакушинкай-карате Аямы Масутацу. Сначала единоборцы возложили к гранитному изваянию японского мастера ветки вербы. Затем встроенные колонны прошли на стадион. Уже там более трехсотки акушиновцев в течение часа выполняли разминку, потом комплекс упражнений из раздела ката и, наконец, шпагат. Массовой тренировкой каратисты чтут память Масутацу Аямы уже 16 лет. И подобные тренировки в этот день прошли во всех городах Преамурия, где есть отделение региональной корпорации. Сотни зрителей, демонстрация различных видов единоборств и рейтинговые поединки. В Благовещенске прошел 11-й фестиваль боевых искусств. На одной площадке выступали представители более 10 федераций. О самых красочных моментах фестиваля расскажем далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особым украшением фестиваля боевых искусств по традиции стали рейтинговые поединки. На этот раз они проходили по четырем разделам. Киакушинпрофи, Ушу Саньдам, ММА и Качунэке Уанкик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый профессиональный бой. И на татаме 18-летние каратисты. С одной стороны трехкратный чемпион первенства ДФО Арман Фидонян из Благовещенска, с другой бронзовый призер первенства России Кирилл Кендилкин из Красноярска. Спортсмены выясняли отношения по правилам раздела Киакушинпрофи. Три напряженных раунда молодежь отстояла, так и не дав понять судьям, кто явный лидер. Поэтому рефери приняли решение объявить две минуты дополнительного раунда. В результате статус победителя этого боя достался Благовещенцу. Остальные поединки проходили уже на ринге. В разделе Качунэке Уанкик отношения выясняли два Благовещенца. Дважды призер первенства России Андрей Елин противостоял победителю международных профбоев в Таиланде Виталию Качункову. Кстати, эти парни мерялись силами уже не в первый раз. Бой получился зрелищным, физически тяжелым и чуть-чуть кровавым. Кому судьи отдадут победу, невозможно было понять до последнего. В итоге раздельным решением в рефери победителем был признан Андрей Елин. Уже после спортсмен признался, что были моменты так называемого бессознательного состояния. Однако тут же открывалось второе дыхание и бой продолжался. Каждый победитель турнира автоматически улучшил личный профессиональный рейтинг. Кроме того, помимо кубков бойцам полагалось и денежное вознаграждение. А сейчас традиционная рубрика «Мастер-класс от мастера». И сегодня она посвящена одному из важнейших технических направлений, без которого невозможно изучение кёкушинка и карате. Мы расскажем о като. Като – это индивидуальное мастерство, развивает абстрактное мышление, чувство дистанции и чувство уверенности в единоборствах против нескольких партнёров или противников. И для каждой школы като является, наверное, как визитной карточкой. Принцип обучения, как от простого к сложному, от автоматизма к пониманию. Каждое движение должно быть осмыслено и применено правильно. И именно в то время, когда необходимо это действие сделать. Като начинает выключать с белого пояса. Это и заканчивает уже, наверное, самым последним поясом – это, так сказать, в иерархии. Когда человек сдаёт технический экзамен, пятый данный. Как раз в этом уже направлении ты должен знать все като, которые относятся к этому стилю. Мир боевого искусства – это мир единоборств. То есть каждый человек – это индивидуальность. И каждый человек ту или иную технику, ту или иную като, он приносит своё что-то. Жестивые мастерства – это обладание как раз этим боевым искусством, сочетая все эти три като. Это обладание тихонов, понимание, что такое кумитей, как его правильно вести, и где правильно его применять. И это като. Вот когда человек обладает всеми этими тремя вещами, у него наступает определённое прозрение, что он понимает, что такое боевое искусство. На этом мы прощаемся с вами. В следующем выпуске программы «Путь к вершине» мы продолжим рассказывать о том, как достигаются высоты спортивного Олимпа. И на этом всё. Увидимся ровно через месяц. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова